Соседи ей сказали, вы ломали уже дверь, когда она чуть не задушила меня, ей сказали, либо мы тебя пишем на работу, а работа это святое, либо ты от неё отказываешься. И она пишет, что я отказываюсь от ребёнка в связи с тем, что он трудный. Я Лариса Бузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Дмитрий, Владимир и Станислав. А невеста у нас Анна. Здравствуйте. Уходите. Анна, 36 лет. Честно призналась своему возлюбленному, что беременна другого мужчины и добровольно стала матерью-одиночкой. Анна по образованию педагог. Утром работает курьером, днём няней, а вечером уборщицей. Любит ходить в театр и коллекционирует старинные монеты. Гордится тем, что в одиночку подняла дочь. Мечтает хотя бы на один день стать шопоголиком и обрести голливудскую улыбку. Признаётся, что у неё было очень трудное детство. Анна не обратит внимания на мужчину с гонором, который будет принимать её за своего парня. Выйдет замуж за лёгкого на подъём активного мужчину, который даст ей понять, что такое настоящая семья. Здравствуйте. Я так понимаю, вы пришли с дочкой. Да. Это мой ангелочек. Кто же тебе такую шляпку подарил? Мама. У мамы в детстве таких шляпок не было. У мамы было труднейшее детство. Просто читала историю волосы дыбом. Для меня вот ещё ребёнок будет не проблема. Это был самый главный человек в жизни. Я хочу свою любовь кому-то отдавать тоже. Анечка, ну прежде чем говорить о любви, давайте всё-таки. С того возраста, как себя помните? Помню себя с трёх лет. Когда родили я в роддоме, женщина оставила у меня бумажку, претензий иметь не буду, и ушла. Вас взяла на воспитание и удочерила женщина, которая... Три года появилась женщина, которой нужна была квартира, и она нашла себе мужчину. Ей сказали, тебе не хватает, надо... А чем она работала, чем занималась? Она была инспектором ПДН. Это что такое? Это инспектор по делам несовершеннолетних. То есть она вразумляла детей с улиц. Причём я не понимала, почему ко мне отношения дома, битьё, не кормление, а к чужим детям. Она... Плюс к этому она ещё и была запойная. Очень трудно у неё было детство. Да, видишь, женщина приютила для своей выгоды. Как бы взяла, хотела получить жильё за счёт неё. К вам было отношение чудовищное? Я потом только, когда узнала, что она мне не родная. Почему она не... Как вот ёкает у мамы сердце, когда ребёнок падает? Почему она могла... Я жила на лестнице, выходя, бросить мне портфель и сказать, иди учись. То есть у неё было любимое занятие – это кошки и собаки. То есть она их могла покормить. Скажите, а соседи? Как учителя к вам относились? Соседи очень боялись. Она всех в подъезде запугала. Она была такая властная женщина. А где всё это происходило? В ком городе? Это всё в Москве. Это всё в Москве. И украдкой соседи меня кормили и говорили, только не говори ей, потому что она устраивает скандал. Никогда не на откровенный разговор её не выводили, вы не задавали вопросу мамы, что почему-то... Единственное, что от неё я помню, это гадина пригрела змею. Я даже не помню, вот я пытаюсь вспомнить, каким бы ласковым там словом я не могу вспомнить. Ну, я считаю, что женщина, которая в молодые годы, в юношестве, в детстве пережила такие сложные взаимоотношения с матерью, то она... Не будет сама так вступать. Я же до трёх лет... до пятого класса я жила, она в пятом классе отказалась от меня. Она меня удочерила в три года. Потом мужчина умер, ей квартиру не дали. И я стала жить до пятого класса, пока вот эти запойные избивания меня сковородками, там, раковины, там, всё такое, соседи... Остались где? В детском доме? Нет, я жила же у неё до одиннадцати лет, вот с трёх до одиннадцати. Да, а в одиннадцать лет вас снова... Она и соседи ей сказали, выломали уже дверь, когда она чуть не задушила меня, ей сказали, либо мы тебя пишем на работу, а работа это святое, либо ты от неё отказываешься. И она пишет, что я отказываюсь от ребёнка в связи с тем, что он трудный. И в одиннадцать лет она меня отдаёт. Она могла гораздо сложнее жить, ничего прожить. Это она ещё молодец, что она весь как-то не скатилась никуда, что у неё свой ребёнок, всё в порядке. И вы заканчиваете школу в детском доме? Да, в прекрасном детском доме, в котором я увидела всё. Но поскольку по документам вас даже в Америку хотели удочерять, вы были в Америке, но вам там не понравилось? Я патриот. Ну, вы навряд ли в детском возрасте понимали, что это про патриотизм? Нет, это не детский, это был девятый-десятый класс. Если бы там было сладко, наверное, навряд ли было. Там сладко, мы жили в самых богатых районах. Ну, тогда, ну, Анечка, тогда... Просто у меня нету в моей жизни слова «деньги». Очередная семья берёт, они берут с каким-то... Нету семей, которые берут. Они меня взяли и говорят, слушай, у нас была девочка Аня, дочка. Она умерла, но ты на неё очень похожа. Мы тебя вот взяли, вот, и первым делом, что они делают, это открывать шкафы, вот это твоё, вот эту шапку будешь ты носить, смотри, там машина, это всё твоё. Я пошла мыть руки, и пришла старшая дочка. И говорит, вы что опять сюда бомжей водите? Я вам сказала, не надо, вам что, меня не хватает? Я помыла руки, оделась и ушла. Жалко, конечно, её, то, что её так... Не дай бог никому такого... А внутренняя потребность вообще есть узнать, каких вы кровей? Кто вы, откуда, почему? Я всем всегда говорю, вот, в 20 лет, в 30, я всегда говорила, я хочу иметь маму. Не могут люди жить без родных. Да. Без родных. Смотрите, если от вас отказалась мать, отец, бабушки, дедушки, тёти, дяди, значит, это плохие люди. Люди, у которых вот есть родственники, которые живут в своей семье, ругаются, не ценят. А тут, видишь, вот надо. Нету, а надо. Во сколько лет вы запутались в своих любовных уже отношениях, любили одного, забеременели от другого? Сколько вам было? Ой, я уже была большой девочкой, мне кажется, сколько, 25-26. Вот вы на юге знакомитесь. Я знакомлюсь с молодым человеком, два года мы с ним живём, и у него был период, так как он был ФСБшник, его отправляют в Чечню, он наехал. И находится, наверное, всегда такой друг, который подходит и говорит, что грустишь, сейчас познакомлю, сейчас всё будет. И меня знакомят с молодым человеком, мы с ним два раза встречаемся, один раз мы с ним хорошо встречаемся. И вот эта дочка, после хорошо встречи, я звоню молодому человеку, с которым два года жили, и говорю, вот, будет у нас ребёнок, причём мы ждали его, ребёнка. Всё, я всё бросаю, да, всё бросаю, лечу, но я говорю, я не буду обманывать людей. Я говорю, ну, не от тебя. Всё, он положил трубку и... Если девочка воспитывается вне любви, когда она становится матерью, способна ли она дарить эту любовь? Я думаю, нет, она будет отыгрываться, это будет неосознанно. Скажите, вы точно знаете дату своего рождения? Я не знаю ни год, ни себя, фамилию, ни... Вы предполагаете, что вам ваша приёмная мать приписала годик, чтобы пораше в школу? Мне так соседи сказали, потому что, когда она меня удочерила, я жила сутками в детском саду, домой меня не забирали, мне меняли одежду. В школу я сама ходила. То есть, как бы, ну вот... И вам написали дату рождения... И соседи сказали, что она всё изменила. Девятое мая, да, всё изменили для того, чтобы меня не искали. Там же, наверное, тайное усыновление, её там мама назвала Маринка, а другая взяла, говорит, нет, будешь литка. Ну да, она на фамилии знает вот этой пьянице-матери, которая... Наверное. А свою родную, естественно, не знает. Вот у меня вопрос, Анна, а почему вы работаете курьером, забираете ещё чужого ребёнка днём из школы и вечером ещё полымуете? Вам не хватает денег? А как справиться с одной дочкой на руках? А я... А как вы же... Нет, секундочку, может, у неё хобби такой, откуда я знаю. Почему? Мне хотелось узнать. Полы мыть? Потому что если прибавить 6 плюс 6 плюс 6, то это будет очень мало для Москвы. У вас есть своя квартира, правильно? Да, за которую я плачу. В смысле платите? Ну вот эти деньги уходят половина на квартиру. То есть коммунальные услуги вы имеете в виду? Да, квартира. Конечно, не от хорошей жизни человек может полы, работает полы. Я могу сказать, что... Я даже наряд вот мне подруга дала, потому что платьице сейчас купить, например, ну, для того, чтобы хотя бы рядом с вами сидеть. Можно я добавлю? Да. Просто Аня очень хорошая мама. Вот. Почему она пока не в профессии? Потому что она действительно забирает, отводит Ульяну. А как иначе-то? Я поняла, что вы себе профессионально выстроили режим, который позволяет видеть дочь. Я успеваю водить её на гитару, в бассейн, на актёрское. Они постоянно в кино, театр. Да, потому что если вы будете в системе, ну, так сказать, с 8 до 5, то вас никто не будет держать. Очень печально узнавать о том, что вот существуют такие сложные судьбы. Да, и то, что с детства приходится с таким сталкиваться, это тяжело. Она молодец. Скажите, пожалуйста, а вы мужчине для чего? Вы работаете с утра до ночи. У вас ребёнок, который заполняет всё оставшееся время. Бассейны, танцы, актёрское мастерство и так далее. Вот он с вами неделю побудет, да, в ночную смену с вами, после 11-ти. Это жизнь без мужчины. То есть он должен взять заботу в первую очередь, взять заботу на вас и немножко вас разгрузить. Всё, я поняла. Ты сможешь ей дать материальную стабильность? Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. С какой? С материальной. С материальной какой? Я постараюсь. Мужчина вам на самом деле, знаете, какой нужен? Я вот думала и проходила собственный опыт. Вам нужен очень добрый, такой добрый, покладистый, чтобы вам дал возможность, во-первых, развиваться в профессии, тем более у вас много. Выберите одну. Даже переживать не надо. Она весь быт устроит, она всё организует, она сама не будет сидеть ждать, когда придут и принесут. Да, мне только зарабатывать надо будет. Я внутренне абсолютно уверена, что я не имею права вам ничего советовать, вас что-то говорить, потому что мне эта жизнь неведома, вы подранок. А я, наоборот, родилась в дикой совершенно в любви. Меня даже раздражает материнская любовь. Я уже говорю, мама, хватит. Я не знаю вам подранку, что вам делать. Я не знаю. Я делюсь этой любовью, я ко всем с любовью, чтобы у меня её в переизбытке, понимаете? У меня есть ласковые слова и для мужчин, и для женщин. Во мне её много, в вас её нет совсем. И Василиса, не знаю, что сейчас будет говорить, потому что нет, ну вот я вижу карты. Я хочу, чтобы вы вытянули две карты, одну из одной стопочки. Она покажет нам, какого мужчину вы ждёте, кто вам нужен действительно по-настоящему, для чего, с какой функцией. А вот эта маленькая стопочка покажет нам, что вы способны дать. Так. Малышка, проходи. Сама кто? Давай я тебе ещё немножечко от себя. Я вас хотела обнять, можно? Давай, моя курочка. Ты такая худышечка. Всё, прямо вот на тебе, заражаю тебя любовью. Заражаю. Всё, я теперь заразная, пойду к вам потом. Нет, себе, сохрани себе. А я тоже люблю раздавать. Красивая женщина, фигура хорошая, волосы хорошие, у меня густые. Так, какой же он, какой же он. Ага. Мужчина, Паш Мечей. Ну, в общем и целом, вы не хотите человека, который сделает вашу жизнь слишком стабильной. Вы себе, я думаю, не очень представляете, что такое стабильность. Вы хотите человека, который будет способен гармонично вписаться в вашу жизнь, будет достаточно умным, потому что тупого вы рядом не сможете выдержать. И который сможет быть таким мостиком между прошлой жизнью и будущей. Он должен уметь усидеть на двух стульях. Потому что вы сами понимаете, что приспосабливаться к его образу жизни вы вряд ли будете способны. Но и вы здесь королева жезлов. Вы способны дать мужчине, и хотите дать мужчине, активность, напор, энергию. И это, кстати, подтверждает мои догадки всё-таки о том, что вы огненные стихии. И вам хочется на коня вперёд и действовать. Вот. Знакомьтесь с первым женихом. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Анна. Очень приятно. А нет, у вас. Спасибо. Дмитрий. 43 года. Старший специалист по работе с клиентами в правовой компании. Любит смотреть политические ток-шоу и обожает готовить. Гордится своей грамотностью. Мечтает об однокомнатной квартире в Париже. С первой избранницей жил, как на вулкане. А когда нашёл ей замену, понял, что погряз в трясине. Надеется, что с Анной он познает неземную любовь. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Что за альбом? А что за цветы? Цветы, да, если позволите. Прошу вас. Спасибо большое. Прошу вас. Больно он какой-то слащевый. Я думаю, слишком искусственный, как нарисованный. Вы расскажите о своей первой любви, как всё начиналось, что действительно вот такой вулкан страстей был? Сколько лет было, как познакомились, где? У меня было где-то года 22. Это был 94-й год. Е-16? Да, Е-16. Нет, я не искал именно вот. Я дал объявление. Тогда не было ни интернета, сами понимаете, да? В одной из известных газет московских была такая рубрика «Знакомство», где можно было опубликовать своё объявление. 22-летнему парню, здоровому, высокому, молодому. Зачем по объявлению? Когда они в электричках, в самолётах, в вертолётах, в машине на этих газетах, я не представляю. Может быть, дефицит коммуникабельности был? Может быть, да. Ей нужен вот мужик от земли, от сахи, что называется, с головой и с руками. А это немножечко такой с претензией быть дэндием. Вот вы с ней встречаетесь, и сразу у вас сердце на разрыв? Да. Через сколько стали вместе жить? Ну, не раньше, чем месяца через четыре. А не смущало то, что она несовершеннолетняя? В какой-то степени смущало. Само направление наших отношений было именно серьёзное отношение. Потом выяснилось, что она и к наркотикам неравнодушна, и к алкоголю, и загуливала, и не приходила по несколько дней домой. Не совсем так, Лариса. Ну, не наркотики, нет. Это были какие-то... Я в этом плохо разбираюсь. Вот в ночных клубах какие-то принимают препараты. Ну, и наркотики так называют. Конечно, они есть лёгкие, тяжёлые, но имя одно – наркотики. Глаза сидит закатывает, что-то, наверное, он... Мутит. Темнит. Темнит. Подарите любимым стройную фигуру. Диета Елены Малышевой. Набор готовой еды для снижения веса. Готовить не надо, всё же сделано для вас. Просто ешьте и худейте. А почему расстались? Расстались потому, что страсть сильная. Да ладно, слушай, хватит за... Пусть расскажет его версия. Подожди, секундочку. А он сейчас про чувства рассказывает. Так у него он охранником работал, банк развалился в 98-м году. Правильно ли? Верно. Всё, без работы. И нужно вы ей были сто лет в обед. А это было же... 17-летней девочке это было важно? Почему ваша версия? Почему расстались? Потому что вот это качество страсти, оно перешло... Ну, как, знаете, вот когда кипит кастрюля, да, и крышка поднимается? Ну, вот всё, рассказываю. И она в итоге иногда крышка это срывает, и всё выливается. Страсть у меня была в школе. Ты первая любовь. Вот эта страсть. А сейчас в таком возрасте какая-то страсть. Дмитрий, вот на сегодняшний день Анне не до страстей. Это для неё, ну, понимаете, да, пока из сферы фантазии. Ей до подушки бы и отоспаться один раз просто в выходной. И тот мужчина, который ей даст возможность выдохнуть, отдохнуть, возьмёт на себя часть забот. Вы знаете, давайте так, страсть, но несколько, ну, может быть, всё-таки это не то слово. Романтика в отношениях должна быть. Я опять возвращаюсь. Какая Аня сейчас романтика? Ей нужно утром встать. А что, Аня не женщина? Аня не человек, она не нуждается в романтике? Она нуждается, если вы возьмёте на себя часть забот, большую часть забот. Если вы способны, согласны. Она поспит. Согласны? А почему нет, конечно? Виш, наверное, женат не был из-за того, что думают, кому же такое золото достанется, как я. А в результате он никому не нужен, наверное, приходит, так? Ну, наверное, так, да, я думаю, что да. Если есть что-то связанное с родственниками, с дедушками, бабушками, с этим великим праздником, может быть, есть традиция какая-то, поделитесь, пожалуйста. С удовольствием поделюсь. Я даже вот захватил тут фотографии. У меня есть дед, у меня есть, были и дед, и прадед. Дед практически не воевал. В 1944 году призвали, немцев он толком не видел, хотя медаль у меня есть. А там была, первая фотография была прадед. Вот он воевал. Он начал, его призвали 24 июня 1941 года, и закончил он войну в Берлине. Воевал он с заряжающим на Катюше, и участвовал в битве на Курской дуге, в Веслоодорской операции, в штурме Берлина участвовал, имел ранения, контузию, в окружении был 12 дней, голодали они там. Потом сами немцев пленных тоже. А долго прожили вот после, ну, уже в мирное время? Дед у меня умер 23 года назад, а прадед умер раньше. Прадед умер 35 лет назад. Все-таки война все-таки забирала годы. Конечно. Поэтому каких-то таких веселых историй, ну, они не любили вообще. Есть такие люди, которые пережили такой стресс, они не любили. Ну, я, мой тоже. Мама рассказывает, дедушка пришел, когда с войны, и у него была такая котомка. И в платочке завязаны ордена и медали. Долго он возвращался, он позднее, естественно, чем 9 мая. И бабушка говорит, что ж ты, Андрюша, вон соседи, и какие-то гостиницы привезли, и какие-то платки, и какие-то подарки. А ты что детям? И он, говорит, отдал платочек, где завернуты все ордена и медали, сказал, вот пусть играет. Сюрприз покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 больше отремонтировать отремонтироваться построить сможете построить тоже сможет а красоту наделать в доме это обязательно а музыку мы на кнопочку нажмем на манаху погоня не на барабанах настучит правда спасибо большое ребят забирайте альбом своего друга и проходите в комнату катьяна вы были очень внимательно это приятно не все равно вам за кого подругу вы даете какое впечатление дмитрий пересохло все во рту нервы как вам не беспокоило очень да понравилось но вы знаете поначалу мне показалось что какой-то немножко такой ну легкий по жизни идет мне кажется ну несерьезный показался потом когда особенно он стал показывать фотографии близких я посмотрела что в нем что-то вот такое вот есть это естественно близкие ну да близкие люди ну как вы считаете может он увлечься анной есть родители мама я тоже хотела задать вопрос давай для чего есть мне нужно чтобы хотя бы со стороны мужчины были родители не знаю моя интуиция и мой опыт показывает что если мужчина москвич ничего себе с квартирой не будет он ломаться на трех работах потому что ему не нужно было завоевывать крячет здесь понимаете в согнувшись пополам для того чтобы кому-то здесь интересно подружка замужем но я собственно говоря не подружка интересовался вот смотреть милана вы меня прямо это мы какой-то авантюра толкать я думаю что у него еще есть дурные привычки мне кажется он и выпивает на лице написано глаза на лице написано мужчина который к 43 годам не женат может быть не женат по причинам либо у него большие проблемы какие-то внутренние которые шли запросы либо отсутствие достоинства и большие запросы нежелание жениться да не один из этих вариантов это него что он уже к 43 уже все хвощика моя вдуем на воду просто я лично не хочу брать на себя ответственность и не хочу вам новых испытаний у вас еще и дочка я выпиваю очень мало все она решила я вообще по праздникам как и вот у меня брать сожжать не даст пожалуйста новый год знакомьтесь со вторым здравствуйте очень очаровательно выглядите спасибо очень приятно с вами познакомиться владимир владимир 41 год строитель кровельщик достраивает собственный загородный коттедж и постоянно доводит до совершенства собственный автомобиль гордится тем что стал восьмикратным чемпионом тверской области по хоккею мечтает хотя бы раз побывать на море владимир брал в жены беспреданницу разводился с обладательницей большого количества имущества надеется что алина лишена корости ну и где же вы нашли свою беспреданницу он нашел деревне селище там ликославского района вот это четкий ответ да она там жила у меня у брата была там свадьба поехали туда на свадьбу к нему он там выбрал себе невесту из этой же деревне и у нас не было свидетельницы такой более мочистый чем я мы поехали по дороге искать свидетельницу в поселок ближайший калашниково и нас там много очень друзей и по дороге шла девушка вот судьба мы попросили стать ее свидетельницей и она не отказалась поначалу вы даже внимание на нее особо не обратили не обращал внимания после разницы в 10 лет то есть вам она вообще показалась мелкой а потом она начала после свадьбы справились свадьбу отыграли там все отлично стала приезжать спроведывать ну и как бы так вот мы с ней и закрутил закрутилась поженились сначала родился ребенок в ребенку уже был год потом мы только поженились но я зарабатывал деньги там на свадьбу работал там в кашире деньги надо было зарабатывать дед приходилось работать даже и понятно то есть бабушка ваша жила на широкую ногу а вы как говорите были одни джинсы да я думаю что у нее характера больше у нее на пора больше у него вот от нее видишь от волна идет она бы просто задавит и ей будет неинтересно но еще как бы хотелось и дом построить я же вернее скопили на дом купил дом а потом как в известной сказке пушкина да то есть ей все было мало 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 вы работали покупали строили а на пасе веером пушила но она тоже работала как бы но и требовала но она и воспитывала ребенка то есть она одна там все подымала смотрите то есть вы хорошо в общем они отзываетесь ну я на нее не в обиде редкий мужчина который говорит что она ребенка положит на и мы его выводим выводим а что тогда стало причиной разрыва ну во первых моя работа что я постоянно был в командировках я к строитель кровельщик плотник тоже не по бабам мотались на секундочку ниткой не по курортам да как лариса говорит они монтируются и он трудолюбивый парень готовы вкалывать с утра до вечера палочка как она оказалась в питере ты ну как бы сказала что она поехала с подругами но потом ее же подруги мне сказали что или как бы да что она есть может от зависти может быть а вы не сдавали вопрос ну за вопрос задавал но честного ответа я конечно не получил это не бежу на ее совесть не я мужик и такими я делами не занимаюсь она сейчас с этим мужчиной да у них родился ребенок я но все таки были подруги правы не наговаривали ты выйдешь ты не забыть то все рассказать хорошая себя не стесняйся я знаю что она не препятствует никак вашим встречам с ребенком общайтесь сколько хотите ребенок постоянно у меня на всех каникулах сколько сейчас девочки есть прекрасно и 9 лет девочки замечательно вам нравится анна а вы знаете чтобы как брат и сестра вы очень похожи и это первый обычно говорят крепкий враг да а вот одна обстроить достроили жить там можно жить можно а вы еще не до конца это он-то где в конаково скажите недалеко от москвы а вы могли бы уехать можно бросить москву правда представляете сдавать здесь например свою квартиру никуда ее не девать у вас девочка не успеете оглянуться как вырастет и жить у мужа в доме выдохнуть господи мой а то я мечтаю не в москве она мечтает не в москве жить возьмешь кавказскую дом то есть вот это начало нашего любимого города на кого вот это комсомольский сфер памятник павшим великую отечественную войну сейчас мы находимся на территории городского парка на берегу волги центр города тут у нас проходят все праздники елки торжества вот это бескрайние просторы нашей волги матушки вот она у нас какая красавица волка то согласна ни фигу зато в кубани утонуть мало шансов отпустили девочку и плавает сидим на бережку и не нервничаем хорошие вы парни хорошие рука сты и сразу строим даже запах сидите да вот такой абсолютно мужской какой-то но правдочный так мы даже сказали что мы загорелая мы только с крыши слезли где вы уже успели загореть родители есть да у меня мама очень отличный человек всегда мне помогает они будут в строительстве дома без рода без племени да нет конечно у меня все без рода без племени и и нашла но не нашла как бы приютила тетя души с этой же деревне селище таким людям надо памятники ставить не у своих было трое детей она ее приютила воспитала до 18 лет а 18 уже по поводу памятники ставить есть какая-то история связанная да у меня дедушка прошел всю великую отечественную войну 41 по 45 танкист наводчик вот я прям прошел курскую дугу был ранен на курской дуге в руку а вот он да красавец красавец какие мужики боже мой царствие небесное было три ранения за всю войну остался у него под сердцем осколок как в обычной истории все говорят но и осколок 74 года его все-таки догнал но все равно 74 года да помните его лично у меня научил на охоту и всему и рыбалки и кротов мы с ним ловили кортоловки ставили в детстве раньше деньги заработать настоящий русский мужчина вот сюда не страшно и бабушка у тебя будет если сложится с мамочкой да есть разница и страны сестренка будет да будь у меня побольше времени я бы рассказал о себе побольше я бы вот некоторые вот эти вот ракурсы но если я бы ее переубедил бы в обратно а сюрприз есть да я хотел бы в нашем доме в нашей стене повесить картину для начала с нашей фотографии дорогая вот это вот наша стена я бы хотел повесить на нее нашу картину так что надо делать ты меня повесишь на гвоздик мы сейчас попробуем прибить картину а не вари где дырку делать а то сейчас повесит тут нормально ну где же нормально то господи где сбоку висит посередине надо я просто смотрю на себя такая красивая совсем в центре не надо это будет просто пережиток брежневской эпохи если она будет висеть прямо вот так куда уже вес ну чуть повыше и вот да вот так это тебя-то который все поправляет что было ровненько я вот чувствую что все-таки картина нужно сдвинуть ближе к этой тумбочке беленькой ну вот еще строители не смог картина нормально очень хорошо вот так спасибо спасибо шикарная шикарная картина берите и ска возьмете с собой а потом между вами еще повесим наше сестренка фотографии конечно же спасибо парни просим вам спасибо что видите она улыбается значит он не понравился татьяна ну разница есть да мы сейчас пока не сравниваем несколько земля конечно вот пришли мужички летно вот мне кажется будет все мужская работа будет на нем что касаемо воспитания двух девчонок я это более больше чем уверена и таянда он такая раскрепощенная до города серьезная и и картины и понравилась моя да и ты вроде понравился такой неплохо неплохо так держался а вы заметили как у анечки глаза смягчились размякли размякли мне кажется почему-то теплый он ну не знаю конкурс мужчины я думаю тоже разные бывает но он не обидит солдат ребенка не обидит точно совершенно а как сказал далее я же мужчина понравился он мне очень а тебе ульяна понравился да ну первый тоже не хуже роза мне понравился владимир единственно что ну не простоват ли понимаете жизнь там тоже ну вот тебе сейчас все хорошо настоящие мужчины они все простые вот по себе вот как знаю что тот и роза говорила о том что мужчину нужен простой мужчина который отогреет то ты сомневаешься недостаточно ли он сложен уж далеко прямо к на кого каждому километров был что у нас не та героиня которая воспитывалась в оксфорде да и у которой есть лорды в родне поэтому по поводу простоты это не недостаток ты видишь нас вместе или нет я думаю что ты очень не подходишь как бы и она ты и приглянулся и она не против как бы переехать из москвы в другой любой другой регион и дочки ты понравился тем более ну во первых он гороскопически очень похож на ульяну нет полного конкретного сходства но я бы сказала что он в чем-то может напоминать родную кровь прежде всего улья потому что тоже водный знак и что самое смешное луна в деве это значит что у них одни бытовые привычки вам будет легко как маме готовить и супругу и дочери сразу им будет вкусно есть одно они способны одним образом проводить свой досуг и радоваться этому одному досугу и мне кажется что это тот случай когда в отношениях стоило бы сделать шаг на сближение точно но у нас есть еще один жених проходите знакомьтесь здравствуйте аня здрасте прекрасно выглядите спасибо это вам спасибо меня зовут станислав пойдемте знакомить пойдемте станислав 43 года владелец двух магазинов в краснодарском крае на досуге занимается строительством и ремонтом мечтает открыть автосервис предупреждает что не готов менять место жительства и ходить в примаках после свадьбы супруга честно призналась ему что намеренно вести двойную жизнь и сдержала свое обещание станислав надеется что анна порядочная женщина он цветы смотри какие нам принес во спасибо большое у меня есть племянница ей 7 лет она занимается школе ну в искусстве она наготовила таких подарков смотри какой серьезный а я че был не серьезный что ли не стоял вообще как школьник что за такое ужасное заявление было от вашей жены может быть обидели ее чем-то может быть вынудили выйти замуж за себя нет женились по любви но до свадьбы она себя вела прилично замечательно аж а что потом произошло когда вдруг она объявила буду говорить вести двойную жизнь даже голове не умещается так свадьбу сыграли стали жить вместе и начали такие заявления как в маске человек был так он простоватый как говорил коровьев что он скромный она сказала вот есть одна жизнь когда я с тобой в семье а есть вторая моя личная куда тебе я по подругам по своим делам общем так ну это не на тебя это не должно волновать ну хорошо наш не сказала я буду гулять с другими мужчинами она просто что у меня есть моя личная территория куда в общем то я ничего там не буду делать совершать аморального но я имею право встречаться с подругами куда-то выходить может быть вы извратили это понятие не так при этом же заявлять что я сейчас 3 ночи позвоню и приедет здесь цветами сто мужиков ну не сто там один какой то скажите это как нужно ее достать и чем обидеть чтобы она сказала я своему тоже говорю что я и в 70 лет одна не останусь если захочу я и в 70 выйду замуж понимаете но это после какой-то обиды очередной до когда собираешь чемодан не почему а если у него были свои планы на него а чё хороший он спокойный а зачем тогда и нужно говорить потому что замуж надо выйти детей родить браке а потом жить свое удовольствие тем более он не против мама 7 лет младше можно я просто скажу может потому что слава не скажет он вообще ничего за себя хорошего не скажет он точно не гулял он точно ее не обижал там в плане не поднимал руку не оскорблял она говорит этому сида секс скажи мне что-нибудь хорошее он горит батареи ну как мог просто не гулял я же не говорю романтика это не достоинство конечно это само собой разумеющиеся факты потому что мужчину иного не рассматриваем да ну а потом если бесконечный кисляк и я же принес тебе аванс и получку что тебе еще надо остальное время там телевизор или книжка лари если бы она сама была бы хозяйка хорошая знаешь бы тогда ладно я не нападаю на станислава фантазировать я не нападаю на него я просто хочу узнать пару хорошая даже бывшая жена дает видеться с ребенком она даже не дает видеться вот зараза а чем же вы ее так достали что она и ребенка вам сказал что вы не увидите я вообще вот этого всего и не поняла всех ее и вот этих выпадов истерик но вы знаете вот просто вы и я знаю исправно моей посылать если бы я и плохо что-то делал с нами жила теща с тещей у нас были прекрасные отношения теща вот тайком от нее и водила ко мне ребенка ну да такой как честно лопушок такой на вид лопушок хотя коллега хотя строитель так же как и мы у меня вопрос вот к жениху скажите пожалуйста а как вы проводили вообще свой досуг были ли у вас какие-то свои интересы совместные ну изначально даже когда вы встречались я вот не могу услышать вот я и есть вот задние за отдельным гостям ходили на море мы съездили перед браком нет в пропуске как ребенок родился после как ребенок родился мы уже не жили хорошо вы уже не жили после того как родился ребенок ладно все уже можно у нас вот тоже уж очень нашу невесту интересует по если родственники мама там папа есть конечно и мама и папа есть и сестра у нас видео каждый вечер почти смотрю ваши передачи с огромным уложением отношусь отправляла сына в надежде что поможете создать ему семью найти на вторую половинку он у нас добрый хороший и девушке хочу обратиться пусть не боится ехать провинцию она будет замужем а не просто выйти он умеет все и поможет и поймет и добрый ну так сложилась судьба что вы приводит приходится искать еще чего-то не бойтесь семья у нас неплохая я думаю что очень надеюсь на раз роза и логица что вы поможет поможет ну ладно будем думать что не пришелся ко двору но просто люди бывают с разными характерами с разными интересами как называется мы странно встретились и странно разойдемся а я его держала чтобы он не ушел из кадра мне кажется ну вот такие бывают мужчины лучше им лучше работу свою хорошо сделать а он кстати владеет двух магазинов знаете как на работе на это так наговоришься а ты сама знаешь как помолчать бы дома хочется потому что ты не за другой стороны да не будет обижать ребенка не будет обижать и вас но они чем-то похожи на мой взгляд владимир и станислав кажется чем-то похожи это 2 1 типа жар есть какая-то история связанная с подвигами героическим может быть просто с родственниками которые воевали великую отечественную дедушки по маминой линии у нас воевали и казаки и воевали есть сейчас покажут ты красавец справа это вот василий это а вот это иван справа группа он же опять справа внизу а это прабабушка и прадедушка совсем молодые поженились и вот кстати прабабушка шура ее зовут она тоже была сирота к сожалению она затронула всех война краснулась все семьи вот у меня дед воевал нашего огромного бывшего советского союза у вас еще есть сюрприз я знаю какой-то начнем с себя самая маленькая нетерпеливая это тебе племянница моя сделала своими руками и мелочевочка это тебе вот вещи я плясать танцевать не умею выбери из этих вещей что тебе нравится можешь даже сейчас примерить а если она все захочет это типичное женское желание все пусть забирает я имею давай ты садись а ты туда давай просто только быстро ладно да и благодарны за занятия женщины дарить украшения одежду косметики так далее самая правильный ход сколько подачу просто красавица проходите к нам спасибо вам друзья мои вы проходите в твою комнату мы вас будем обсуждать оказывается у нее во первых платье зашито было вот тут вот да еще и бюджет на веревке вот все прячу все сшиваю все зашиваю свое будет ну как невеста да вообще в этом платье еще лучше она девочка такая даже симпатичнее всем на виду мне очень понравился станислав но в связи с вами я хочу сказать такую вещь значит по поводу людей которые станицы и так далее все не так благостно вкусно помидоры огурцы это все но у сестер у заловок будут руки в боке и будет к вам много претензий не придетесь ко двору они не сдержанные на слово и так далее там нужно а огрызаться вам уже хватило до тридцати шести лет с детства вот так вы не будете отстаивать свою территорию вы уже устали а там нужно будет за это дело биться еще как тем более там раз она такая что за себя просто и там никто нападать или кто будет нападать первым нападать славну кто и соседей мало ли зачем вам может быть он имеет свое слово вы же убедились сейчас конечно имеет это здесь может быть казак настоящий а бабы казачки сломают и не таких вы не знаете а я знаю я с ними жила с такими не но они однозначно друг другу не подходит это я тебе сто процентов я тоже там и она мне кажется на него не пожарится думаете девчонки посовещайтесь скоро уже выбирать потом дом достроите денег накопите и я готова квартиру вашу пошире возьмете там же сестренка подругу 10 лет я если он ником за первый музыкант а он тоже хороший как бы он спокойно не первых понравился мне это мне второй больше понравился на сумке плечистый но а второй второй а смерть и вот так а если возьмет на село поймет пойдет какая-нибудь по дороге он на это да он ты видела свое зеркало так уже не пойдет это на свадьбе а так он на свадьбе это сделал он тогда жена то не было а сейчас пожениться на тебе не как ни на кого уж не смотри ты не будет так в твою сторону да нет мне кажется у вас будет если пока у вас больше интересов большего общего я сейчас еще определюсь садитесь ты ты сама как у тебя вот ну что девчонки я второго владимира да а подарочкам то обрадовалась дядя станислава ну да ах какая-то хитрушка хитрюшка татьяна конечно растрогал меня то что третий жених сделал акцент именно на вещи знал чем взять она вот но вижу вообще в принципе я второго нам понравилась невеста красивая женщина мне понравился и владимир и станислав то есть если бы не было владимира был бы кто-то другой я была бы за станислава просто владимир видите портит картинку нам своим присутствием да хотел бы чтобы выбрал тебя ну думаю да то есть у тебя есть на нее взгляды взгляды есть очень я мучаюсь владимир станислав девчонки по моему я считаю что сыт и голодную не разумеет вы сейчас голода правда понимаете пока вы знаете чтобы жизни на если чтобы жизнь свою положить это проходила и 30 лет к этому шла с такими малыми и своим детям не жила и вам не желаю поэтому живите идите к станиславу если вы хотите хоть немножко себя прийти они по не выглядеть кстати не знаю к 45 годам как выжатый лимон лет на 80 ну слушайте розу она проходила просто мне кажется ей очень уже хочется она очень устала от этих своих трех работ от этого бегания по кружкам она устала ей хочется она с удовольствием пойдет туда где будет опора где будет поддержка я считаю что станислав с вот этим простым бытом и укладом мог бы вам подойти но гороскопически я вижу сходство ульяны именно с владимиром и поэтому я за владимира ваш гороскоп мы оценить не можем но хотя бы можем понимать что с дочкой есть какое-то сродство и что но будет чуть чуть похоже на свою кровь сами решайте мы вас в любом случае поддержим сердце вас не обманет я уверена проходить а сколько у нас таких богатых значит потом к нам приходили горельничек там у нас теперь и нету а потому что мужчины что хотят что вы любили а также за бесплатно никто любить не хочет я приглашаю всех выйти и поддержать анну привет очень прекрасно я очень рад что вы выбрали меня я рада будем строить дом будем такая вот замечательная у нас пара анна и владимир если вы одиноки или вам понравилось кто-то из участников сегодняшний программы пишите на сайт первого канала а я лариса бездель и желаю чтобы любимый человек обязательно сказал вам давай пожелимся удачи мои девочки